Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Лето в разгаре. Вроде все хлопоты с рассадой и посадками позади, и самое время наслаждаться результатами. А нет, на сад и огород устремляются получи вредителей, и приходят болезни, чтобы мучить наши растения и портить нам жизнь. Начинающие очень пугаются, когда, например, видят тлю на молодых побегах, особенно бутонных роз, начинают искать в интернете различные средства и поливать всем, чем только возможно. А средств, готовых отравить насекомых, исцелить болезни, а заодно пошатнуть и наше здоровье, выпускается все больше и больше. Сегодня я не хочу рассказывать о каких-то малопроверенных новинках, а хочу напомнить о наиболее безвредных, эффективных, зарекомендовавших себя давно, которые легко найти в садовых магазинах или интернете, и которые стоят не так дорого. Но сначала хочу предостеречь – не используйте сильные яды. Вы избавитесь от вредителей и болезней только на время, так как иммунитет, то есть способность самим справляться с болезнями на ранних стадиях у растений сильно понизится, и в дальнейшем они будут болеть снова и еще, и станут легкой жертвой для насекомых-вредителей. Ну и свою землю. Вы также потравите, уничтожив те самые уникальные почвенные бактерии, которые отвечают за плодородие. Я уж не говорю о том, что все яды попадут в конце концов в ваш организм. Особенно опасны они для детей и животных. Итак, что же нам нужно иметь из самого необходимого? Пользуясь тем, что у нас с вами есть скидка, в интернет-магазине 7 семян до конца июня по промокоду Поливкина сделала именно там заказ, чтобы не бегать по магазинам и не искать. Вот теперь покажу, что я приобрела. Кстати, в этом интернет-магазине можно найти практически все возможное для борьбы с любыми насекомыми и болезнями. Но чтобы не покупать целую кучу всего, порекомендую более универсальные препараты. Самое мое любимое средство как для профилактики, так и для лечения болезней это фитоспорин. Абсолютно натуральное, на основе живых спор и клеток бациллюз-суптиллюз, то есть синой палочки, предназначено для профилактики и лечения всех самых распространенных грибных и бактериальных болезней. Это классика. Помимо профилактического лечебного эффекта еще и плодородие улучшает, так как состав обогащен гуматами. Есть различные формы выпуска. Но самое, на мой взгляд, лучшее это вот такая паста, универсальная. Содержимое пакета, если он 200 грамм, разводим в 400 миллилитрах воды, лучше тепленькой, но не горячей, конечно. И получаем маточный раствор. Он не портится все лето, и как только нужно что-то обработать, берем 2 чайные ложки на 10 литров воды и поливаем по 1 литру подрастения и опрыскиваем с двух сторон листа. И при этом этого количества хватает на целую сутку. Как видите, препарат экономный, подходит для всего. Для сада, огорода, цветника. Уж не первый раз делюсь, как мы обрабатываем им весь участок, включая большие деревья, всего за полчаса. Разводим в большой емкости и через погружной насос поливаем прямо из шланга. Получается сразу и под корень, и по листве, и все растения одним разом. Делаем мы такие обработки раза 3-4 за сезон, хотя, конечно, нужно бы почаще. В идеале, как написано в инструкции, раз в две недели. Делаем мы это уже несколько лет, и практически забыли о мучнистой россии, о парше, о ржавчине и других болезнях растений. Но, если все же какие-то болезни пришли, есть вот такая палочка-вручалочка, как фитоспорин реаниматор. Здесь более концентрированное содержание рабочих спор разводится 1 к 20 при средней тяжести болезни и 1 к 2 при сильной. Этим препаратом пользуемся только по больным растениям. Препарат очень эффективный, весь сад обрабатывать им не нужно. Еще один препарат с теми же действиями, что и фитоспорин М, это триходерма. Как ее еще называет пожиратель патогенов. Но для того, чтобы она лучше работала, в почве должны присутствовать полуразложившиеся растительные отходы, например, компост, рухлявые гнилушки. Тогда она очень быстро размножается и будет намного эффективнее. У меня в руках порошок, который разводится с водой в пропорциях, которые указаны на упаковке. И использовать его нужно сразу. Хранить раствор нельзя. Еще два популярных препарата. Гомаир и Алирен-Б. На основе тоже синой палочки, только разных штампов. Также помогут справиться с грибными и бактериальными болезнями. Препараты, эти в виде водорастворимых таблеток. Ну вот все эти препараты, по сути дела, одного принципа работы. Очень хороший препарат серебромедин. Это уже нанотехнологии. Мельчайшие частички меди и серебра работают на молекулярном уровне. Этот препарат обеспечивает длительную защиту за счет формирования бактерицидного слоя наночастиц на поверхности растения, которые не смываются мелким дождем или при поливе. Защищает он от всего спектра грибных и бактериальных болезней сроком до двух месяцев. То есть делаем всего две обработки за сезон. Обычно пузыречек серебромедина я держу для роз. Хоть препарат и содержит медь, но это не то, что в медном купоросе, который травит нашу землю. Серебромедин безопасен. И используем мы его только по листу, не под корень. Как видите, достаточно много безопасных, простых препаратов от болезни, но не стоит все это смешивать. В расчете, что получится сильнейшее суперлекарство. Все произойдет наоборот. Они подавят друг друга и работать не будут. Так что обработку проводим только одним из них. Но бывает так, что встречаются какие-то трудно излечимые болезни. Перечисленные средства не помогают. Вот на этот случай есть два препарата, которые как раз можно смешивать, чтобы увеличить силу и спектр лечения. Это скор и топаз. Но это уже третий класс опасности, то есть умеренно опасное соединение. Не используйте налево и направо. Только локально на конкретных растениях. Повторюсь, все перечисленные средства применяют от грибных и бактериальных болезней. Но есть еще и вирусные заболевания. Они, к сожалению, не лечатся. И больные растения нужно обязательно удалить из сада и не просто вынести за забор, чтобы не распространять вирус дальше, а сжечь на костре. А почву продезинфицировать крепким раствором органцовки. Чаще всего садовые растения болеют пестролеписностью. Ее мы можем наблюдать на тюльпанах, на флоксах, когда один лепесток окрашен несколько цветов. И мозаику, когда на листьях, например, пионов первой половины лета, появляются красивые рисунки более светлого тона. Угрозы жизни растений эти заболевания не несут, но они могут со временем заразить не только все растения в вашем саду, но и в округе. Такие растения нельзя дарить, продавать, обрезать общим инструментом со здоровыми, так как болезни передаются через сок. Так что лучше удалите, не раздумывайте и не жалейте. Но с болезнями разобрались. Теперь вредители. К сожалению, их приходится травить. Но прежде задумайтесь, нельзя ли существовать с ними в мире. Например, тлю с роз можно просто смыть струё из шланга. С некоторыми насекомыми справятся птицы или другие насекомые. Некоторых можно отпугнуть запахом. Например, если купить берёзовый дёготь, смочить им тряпочки и разложить там, где появляются непрошенные гости. Но если никак избавиться не получается, то от особо вредных для растений и насекомых можно использовать всего одно средство на все случаи. Это фитоверм. Считается он не очень вредным, но всё же опять класс опасности третий. Так что масочку и перчатки всё же надевайте. Ведь при распылении препарата часть попадает в ваши лёгкие. Это рабочий препарат. Помогает наверняка. Но для некоторых насекомых, например, клеща, нужно провести три обработки с интервалом от трёх до пяти дней. Так как отложенное им потомство развивается неравномерно по времени. И после одной обработки клещ способен возродиться. Есть, конечно, множество и других препаратов. Конкретно от муравьёв, колорадских жуков, медведки, слизней и прочих. Но фитоверм, пожалуй, один из самых универсальных. И всё же относительно безопасных. Пусть ваш сад будет по-настоящему здоровым. Всего вам доброго. Делитесь своими любимыми средствами от болезней и вредителей. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!